Здравствуйте! Летом многие стремятся очистить свой организм, снизить вес, сбросить пару-тройки лишних килограммов. И если вы выбрали для этой цели арбузы, я одобряю ваш выбор. Это реально хороший выбор, особенно летом, для того, чтобы получить эти результаты. Но! Прежде чем съесть хоть маленький кусочек арбуза, вы должны вначале правильно выбрать арбуз. Во-первых, без нитратов. Во-вторых, сочный, спелый, тогда он и полезный. Такие видео на моем канале есть. Вы легко их можете найти. Наберите, как выбрать арбуз без нитратов, как выбрать спелый арбуз. Такие видео есть, я не буду здесь это повторять. И если вы выбрали арбуз правильно, здесь возникает вопрос, как же правильно его употреблять и правильно соблюсти вот эту самую арбузную диету. Потому как сложности после этого, после вашего правильного выбора арбуза не закончились. Они могут вас реально посетить. И чтобы не превратить арбузную диету в самую быструю диету для снижения веса, чтобы правильно сбросить килограммы лишние и не познакомиться в перспективе с врачом-онкологом, а сегодня с врачом, как минимум, кардиологом, смотрите видео дальше. Ответы на эти вопросы вы их найдете. После того, как вы выбрали арбуз спелый и без нитратов, вы должны совершить еще несколько действий для своего здоровья. И прямо перед употреблением, а не после того, как вы принесли арбуз домой, это разные вещи, прямо перед употреблением вы должны его тщательно помыть. Не просто слегка ополоснуть от пыли под холодной водой, а взять щеточку с мылом и тщательно отмыть поверхность. Арбузы не растут в стерильных условиях. Они растут в окружающей среде. И обычно на полях с арбузами живут мышевидные грызуны, летают птицы. А после того, как арбуз был сорван, вы могли контролировать качество отмытых рук тех, кто собирал арбузы, тех, кто их транспортировал, тех, кто их вам продавал. Ну, а также тех, кто пробовал купить этот арбуз, перебирая его до того, как купили его вы. Вот это все добро может лежать на арбузах. И вы можете легко любую инфекцию внести в свой организм или в листную инвазию. Без проблем. Напомню, арбузы 100 лет назад были чемпионами по похудению. Реально, арбузная диета была самой быстрой диетой в мире по похудению. Потому как очень легко через арбузы передается такое заболевание, как холера. Испышки холеры были там, где выращивались арбузы. Поэтому помыть арбузы нужно обязательно. И ни в коем случае, перед тем, как купить арбуз, не надо просить его надрезать. Ни в коем случае не берите уже разрезанный арбуз. Вы не можете контролировать те условия, в которых это происходило. Потому как вам нужна диета для очищения организма, для похудения. Но не самая экстремальная, которая может возникнуть в таких условиях. А вот как правильно использовать арбуз в арбузной диете, чтобы польза была максимальной, потерянные килограммы были реальными и не возвращались после того, как вы диету закончите. Вы узнаете прямо сейчас. Чем же полезна исключительно арбузная диета для здоровья? Ну, арбузы содержат много полезных компонентов. И номер один. Это вода. Если вы реально выбрали спелый арбуз без нитратов, а такие видео, напомню, на моем канале есть, то это очищенная природная вода, обогащенная витаминами, макро- и микроэлементами. И это несомненная польза для здоровья. Потому как попадая правильно, своевременно в ваш организм, эта вода быстро всасывается в кровеносное русло, создается избыток жидкости, от которого организм избавится, если в прохладных условиях мочевонный эффект, если в жарких условиях еще и патагонный эффект. Но в любом случае, это очищение крови, очищение организма, и оно состоялось. Второй компонент, который помогает в этом процессе из микроэлементов, это калий. Его значительно больше, чем натрия, поэтому калий усиливает мочевонный эффект и очищение организма через почки. И это здорово. Второй по количеству компонент в арбузах, это сахара. Их не стоит бояться даже при сахарном диабете, потому как килограмм-полтора арбузов содержит относительно немного сахара. 9% содержания сахара в арбузе, в килограмме 90 грамм сахара. Если у вас исключительно арбузная диета, то для человека весом 60 килограмм, это всего полтора грамма сахара на килограмм веса. А минимум это 3-4. Это тот минимум, который рекомендован диабетикам. Поэтому если в арбузный день диабетик употребил 2 килограмма арбузов правильно, у него не возникнет обострение или декомпенсация сахарного диабета, а очищение организма состоится. Поэтому в этом случае сахара не вредят. Более того, они ускоряют всасывание воды из кровеносного русла, активируется обмен веществ, а в пламени углеводов горят жиры, и идет не только снижение веса, но и легкая борьба с ожирением. В данном случае все прекрасно, все состоялось. И компонент номер 4 активно помогает в этом процессе, это клетчатка. Да, арбузы тоже содержат клетчатку. Если я часто рекомендую термически обрабатывать овощи и фрукты, то в данном случае, если вы обработали правильно с поверхности, то внутри арбуз стерилен. Да, если не было внешних повреждений, не было вмятин, арбуз стерилен, и в данном случае он безопасен. Термически обрабатывать его не нужно. Мягкая клетчатка пройдет по кишечнику. Правда, это тест для вашей пищеваритной системы. Вернее, для микрофлоры кишечника. В случае, если есть дисбактериоз, будет вздутие живота, урчание. Это не самые полезные действия, которые могут возникнуть на фоне арбузной диеты. Потому, как вздутие несколько ограничивает диафрагму и напрягает работу сердца и сосудов. И в данном случае нужно быть осторожным, понимать, какие ситуации могут возникнуть в организме. И часто рекомендуют арбузную диету поддержать 3-5 дней. Это было бы можно делать, в случае, если бы арбуз активировал обменные процессы комплексно и помогал работать всем фильтром в организме. А арбуз за счет воды может активировать работу только одного фильтра. Почек, ну и в какой-то степени усилить работу потовых желез, поддержать работу легких. Да, они тоже очищают кровь, но. Более мощный фильтр. Это все-таки печень. А желчегонные функции, арбуз, даже самый спелый, не обладные. Поэтому, для того, чтобы сделать арбузную диету, не только эффективной в плане очищения организма и снижения веса, но еще и безопасной, а также ее несколько продлить, как это сделать легко и правильно для вашего здоровья, вы узнаете прямо сейчас. Как же сделать арбузную диету еще более полезной для здоровья и продлить возможность нахождения на этой диете, чтобы получить более значительный эффект по очищению и по снижению веса? Ну, некоторые употребляют арбуз солью. Да, кратковременно это можно сделать. Контраст с ощущением есть. Супер сладкий арбуз и соль. Достаточно полярные вкусовые ощущения. Но, можно так сделать разок. Соли должно быть немного. Потому как, если вы будете злоупотреблять такими блюдами, потому как подсоленные арбузы это уже в какой-то степени блюдо, соль удерживает воду в кровеносном русле. И даже без значительной физической нагрузки, износ сердца и проверяются на прочность и эластичность ваших сосудов. Поэтому попробовать можно, но не злоупотребляем. Некоторые употребляют арбузы с хлебом. Да, тоже достаточно интересная комбинация и контраст вкусовых ощущений. Но, в этом случае такая диета уже диабетчиком будет противопоказана. А также тем, у кого есть стеатогепатит, жировой гепатоз. Потому как обмен углеводов в этих случаях совершается достаточно напряженно. И перебор с углеводами может вызвать неблоприятные изменения в состоянии здоровья. Тем более, летом хлеб не самый лучший продукт питания, так же как и каши. Поэтому такая комбинация не самая лучшая для здоровья. А как все-таки скомбинировать арбуз с какими продуктами питания? С какой группой даже, я бы сказал, продуктов питания? Правильно? Использовать для вашего здоровья. Вы узнаете прямо сейчас. Как же сделать арбузную диету не только более полезной для вашего здоровья, но и легче исполнимой? Ее нужно немножко усовершенствовать. Потому как посоветовать побыть на арбузной диете 3, 5, 7 дней, даже 10 есть такие советы, легко. Выдержать эту диету сложно. Те, кто пытались это сделать, они меня понимают. Начиная со вторых, третьих суток. Любой монопродукт, включая сочные, сладкие, вкусные арбузы, становится очень тяжелым в употреблении. Организм просто сопротивляется этому. А желание прервать диету на том этапе, на каком вас желание это застигло, резко усиливается. Но вы можете реально посидеть и недели две на арбузах, приобретая здоровье. Чисто на арбузах не получится. Насытить арбузную диету десятком других разных блюд можно. Но это поставит большой жирный крест на ее исполнение. Поэтому вам нужно всего одно дополнение. Всего один компонент к арбузной диете. И она станет не только легче исполнимой, но и исчезнет самая главная проблема. Это застой желчи. Потому как именно застой желчи. Даже одни сутки на арбузной диете уже нарушают работу печени. И чем дольше вы продержались на этой диете, тем в худшем состоянии будет ваша печень по ее окончанию. И те, кто думают, что я сейчас скажу, что самая лучшая диета это арбузно-борщевая, ошибаются. Да, борщ прекрасный, полноценное блюдо, даже это не продукт питания, а блюдо. Правильное использование которого может продержать вас на борщевой диете несколько недель. И здоровье будет только улучшаться. Но в данном случае к арбузам просится совершенно другой компонент, который также легко переваривается, легко усваивается. Но он практически лишен углеводного компонента, которого достаточно в арбузах. Да я бы сказал молоко, а еще лучше, наверное, кисломолочные продукты. Все-таки молоко переваривается около трех часов, кисломолочные продукты час. И это дает возможность комбинировать. Сделать фактически арбузно-кефирную или арбузно-простоквашную. То есть любые кисломолочные продукты. Выбор ваш. Кефир, простокваша, тан, айран, кумыс. Любые варианты на ваш вкус, но ни в коем случае не обезжиренный. От двух с половиной процентов жирность должна быть. В этом случае проснулись вы, выпили стаканчик кефира. Через час-полтора съели грамм 200, 300, 400. Многое зависит от вашего веса. Арбузов. Прошло еще часа полтора-два. Опять кефир, опять арбузы. И вот таким вот образом вы, чередуя эти продукты, начинаете и заканчиваете день кисломолочным продуктом. А в промежутках употребляете арбуз. Комбинация двух продуктов взаимодополняет друг друга. И вы получаете прекрасный оздоровительный эффект. Мягкое постепенное снижение веса. И самое главное, безопасно в перспективе. Потому как чисто арбузная диета, либо кефирная диета на обезжиренных продуктах, либо арбузно-кефирная диета, но кефир при этом обезжирен, усиливая застой желчи, не давая сбросить желчному пузырю желчь в кишечник, жестко нарушают работу печени. И мезоболический мозг вашего организма начинает барраклить. Хорошо тем, в этом случае, у кого отсутствует желчный пузырь, но в этом случае вам арбузная диета в чистом виде будет противопоказана, потому как может появиться даже хорошее выраженное послабление. Желчный пузырь попадает в кишечник, и не имея возможности уйти из него, вместе с клетчаткой арбузов активирует перистальтику вплоть до поноса. Редко кто, не имея желчного пузыря, на арбузной диете сохранит нормальную работу кишечника. А чтобы и работа кишечника происходила легко, и ваш организм не страдал, и чтобы неделю и две могли пробыть на диете, рецепт я вам уже рассказал. Кефир, арбуз, кефир, арбуз, кефир, арбуз. И таких 4-5 приемов и того, и другого продукта делают арбузную диету безопасной. Не только в ближайшем, но и в отдаленной перспективе. А на этой положительной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому из друзей отправить ссылочку на это видео, не забудьте поставить лайк на него. И еще раз напоминаю, не забудьте просмотреть видео, как правильно выбрать арбуз. Таких несколько видео на моем канале есть. Потому как неправильный выбор исходным ставит большой жирный крест на улучшение вашего здоровья, даже на арбузно-кефирной диете. До новых встреч на моем канале.